Пригодными для проживания назвали выгоревшие участки в селе Аман-Карагай Кустанайской области. Строить новое жилье для пострадавших будут в другом месте, но там, куда планируют переселить погорельцев, не лучше, считают они. Возводить новостройки собираются на болотистой и солончаковой местности. Есть ли альтернатива, выясняла Наталья Строкова. В Аман-Карагайском районе сгорел 91 дом. Переселять погорельцев будут в новое жилье. Его по поручению президента должны построить в ближайшие два с половиной месяца. Только участки, где будут возводить жилье, людей не устраивают. Нам предлагают на данный момент новые дома в Ауликольском районе на самой окраине, где почва не предназначена для жилья именно в сельской местности. То есть, там солончак, глина, очень рядом близко вода. Это будет постоянно сырость, плесень, то есть грибки в домах. Ну, просто будет непригодное жилье. Они красиво все поставят новое, а потом жить невозможно. Тем, кого это предложение не устраивает, в качестве альтернативы местные чиновники предлагают три варианта. Получить компенсацию по оценке старого жилья, которое сгорело, или купить старый дом, опять же, на сумму, в которую оценят сгоревшее жилье. В случае отказа только новые дома на неприглядных людям участках. Сделали смету на тот дом. Пусть нам отдадут сколько, сказали, нам кто-то озвучил, я не знаю, кто не буду говорить, 25 миллионов. Пусть нам хотя бы по 20 отдадут. Мы построим себе сами, где хотим и как хотим. В Акимате сельского округа о недовольстве жильцов знают, но разводят руками. Мол, как выяснилось, на прежнем месте больше жить нельзя. Там, где были дома, там невозможно уже строить дом. Ну, во-первых, я так думаю, это нефтебаза, стратегический объект, потом экология уже другая там. Там просто невозможно. Там планируем, может быть, открыть какой-нибудь парк, деревья высадить. Дома, по словам чиновников, которые уцелели в пожаре, пока продолжат стоять на прежнем месте, хоть и опасном, рядом с нефтебазой. Наталья Строкова, Ермик Мухов-Диаров, Кустанайская область, Хабар, 24.